Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели». Надеюсь, вы отлично отдохнули на новогодних каникулах и готовы увидеть сражения Давида и Голиафа, тяжёлые будни лёгкого танка и долгожданное возвращение разведчика недели. Но начнём мы, как всегда, с разогрева. Поехали! Начнём наш разогрев на карте «Северо-Запад», где одна из команд имеет явное преимущество и спустя пять минут с начала боя приезжает на захват базы в количестве шести танков. Вот только на базе очень мирно и никого не трогая отсыпается после праздников вражеская «Матильда». Что ж, лёгкий фраг. Подумалось было всем, но не тут-то было. Захватчики стреляют, таранят, даже устрашают непокорную «Матильду». А ей всё равно. Абсолютно. До конца боя никому так и не удалось разобрать нашего героя. Эх, если бы он только умел стрелять. А так — победа врагов с захватом. И едем дальше. Продолжим разогреваться мы на карте «Порт». Начало боя. ГВЕ-100 прицеливается на обычное место стояния артиллерии, стреляет и убивает Объект 261. И тут же умирает сам. Да, это обоюдное убийство арт спустя 40 секунд боя. Но разве это не круто, а? Смотрим ещё раз. ГВЕ-100 стреляет, 261 определяет по трассеру, куда стрелять ему, и… оба мертвы. Отличное начало боя! Закончим наш разогрев на лайф-оксе. Наш герой, изрядно наевшийся на Новый год пандаринок и салатиков, решает взять ПЗ-1С и отправиться воевать во взводе с двумя артами 9-го и 10-го уровней. Никто не предполагал такого расклада, но он всё-таки попал в бой к танкам 9-ых и 10-ых лвлов. Ну и ладно. Что я? Не на гду, что ли? Думает наш танк и начинает играть светляка. Но просто светить? Не по-мужски. Надо идти в атаку! О! Ваффентрагера Ауф Е100! Вот кто станет жертвой! Известное всем желание после любого торжества — побороть медведя. Наш герой начинает как заведённый крутиться вокруг вафли и дамажить его своей маленькой пушечкой. Эта весёлая карусель продолжается до тех самых пор, пока многострадальная немецкая ПД не признаёт своё поражение. Путёвка в ангар и восторженные отзывы всех свидетелей этого действа. Ну а на этом разогрев окончен. Переходим к номинациям. Войнам этой недели становится игрок с ником Sten0312 на знаменитой немецкой ПТ «Штук 3». Карта «Тундра». И вроде бой начинается спокойно. Штук постреливает по противникам по мере сил и даже забирает четвёртый пазик. В общем, помогает как может. Вот только через пять минут боя помогать уже некому. 5-14. Думаю, у многих, да что уж там, почти у всех опустились бы руки в этот момент. Но только не у нашего Штуга. 10 против 1. Игра начала. Первым в засвет попадает БТ-7 и тут же умирает. Потом зазевавшаяся СУ-85 получает горящую путёвку в ангар. Чуть справа к нам уже направляются Валверин и КВ-1. ПТ-шка неаккуратно выезжает из-за дома и с первого выстрела встаёт на гуслю, а со второго идёт отдыхать. Тут же заманчиво на линию огня вылезает КВ-1, но нельзя — арта не дремлет. Наш герой чудом уворачивается от вражеского чемодана и получает попадание от советского тяжа. Фу. Просто по гусенице. Без урона. И даже не сбил. Повезло. Но КВ-1, видимо, уж очень раздосадован и просто прёт вперёд. Нет, такой дерзости Штуг не прощает. Есть пятый фраг. И ещё шесть врагов. Смена позиции, чтобы не получить от арты. Всё правильно. И опять устрашающая пустота на карте. Чуть выждать — и на проверенное место. Есть засвет. БЗ-38Т разобран. Идущий за ним КВ-1 тоже получает, но всё-таки успевает спрятаться за горой. Ждём его. Вылезет мерзавец. Или нет? Наверняка окружают. Думают Штуг. И оказывается полностью прав. Ещё пять секунд — и Мардер 38Т заходит в тыл. Будем действовать агрессивно. Немец стреляет в наглого Мардера и бросается на него, попутно уклоняясь от выстрелов арты. Ещё выстрел — и на таран. Очень красиво. Отличная связка. Два выстрела — и в рукопашную. Главное — не останавливаться. Желающих закончить бой ещё много. Едем искать врагов и находим М7. Вот ты сейчас и получишь. Штуг делает манёвр и мастерски уворачивается от выстрела. Ну всё. Попробуй успей перезарядиться. Восьмой фраг — в копилку нашего героя. Запутываем следы, делая небольшой крюк, и выезжаем на Т49 и СУ-122А. Да, двоих сразу не одолеть. А оно и не надо. Прячемся за горой. Нужно выманить Т49, хотя есть ещё вариант. Арта продолжает стоять на месте, и наша ПТ мгновенно устремляется к ней на рандеву. Есть ещё один фраг — и Т49 на хвосте. Американец стреляет, но не попадает. Отлично. Как раз успеем повернуться. Ну всё. Теперь иди сюда. Выстрел по Штугу только сбивает Гуслю, а в ответ идёт урон. Второй раз — то же самое. Третий выстрел Т49 всё-таки наносит урон. Но это уже не важно. На запчасти. Остаётся только КВ-1, и нашу немецкую машину смерти уже не остановить. Жертва превратилась в охотника. Нужен хороший обзор. Сбираемся на гору и ждём. Есть контакт. Ничего не подозревающий КВ-1 приспокойно себе едет, даже не догадываясь, что он уже на мушке. Штука обнаруживает себя несочным выстрелом, но КВ-1 всё равно. Нет урона — нет проблем, думает он. Так вот тебе урон. Наконец враг готов к битве. Хотя какая тут битва? КВ-1 выкатывается на открытую местность, получает по гусле и методично умирает, сделав лишь один выстрел куда-то в сторону. Последний фраг в копилку отважного третьего штука и две с половиной тысячи золотых в придачу. Поздравляем! Разведчиком недели становится игрок с ником Ангелкиллер. Да, давненько не было действительно хорошего реплея в данной номинации. И это не Малиновка, что несказанно нас всех обрадовала. Карта Хайвэй — стандартный бой. Наш герой на Е25 попадает со взводом в бой к десятым левлам. И это, прямо скажем, не лучший вариант. Но делать нечего. Быть полезным при любом раскладе — вот девиз хорошего танкиста. Наш смельчак отправляется светить подъезд к городу. Очень грамотно прячется в кустах, и этот тут же начинает приносить плоды. Враги даже не успевают доезжать до города, попадая под пристальный взгляд немецкого всевидящего ока. Е25 показывает завидное хладнокровие и продолжает стоять, в то время как два британских тяжа ИС-8 и Лев по очереди отправляются в ангар. Дождавшись удобного момента немец всё-таки меняет кусты и начинает продвигаться ближе к вражеской базе. Соперники продолжают попадать в заслед, а наш разведчик даже не стреляет. Просто незачем. Враги и так лопаются от союзных снарядов, как воздушные шарики на вечеринке дикообразов. Дождавшись счёта 9-5, наша ПТшка наконец-таки стреляет и даже забирает вражескую ФВ-215Б. Но, как показала статистика после боя, это была не необходимость, а просто маленькая радость для себя любимого. Итог — почти 12 тысяч урона по разведданным, звание дозорного и почётный титул лучшего разведчика этой недели. Поздравляем! Защитником этой недели стал игрок с ником Сержиандес на старом добром Т-34-85. В начале боя он отправляется помогать товарищам среди холмов, даже не подозревая, через что ему предстоит пройти. Впрочем, обо всём по порядку. Первое столкновение происходит примерно на полпути к вражеской базе, но наш герой не торопится подставляться под сфокусированный огонь. А вот союзники на другом фланге, наоборот, с удовольствием отдаются на раздерзание противнику. Впрочем, игроков вражеской команды я бы тоже осторожными не назвал. Пока наш герой выжидает на удобной позиции, танки обеих сторон с завидным энтузиазмом перерабатывают друг друга на металлолом. Но базу начинают захватывать, попутно дорезая паникующую арту. И наш герой тут же бросает сомнительное холмовое стоялово и возвращается ближе к родному флагу. 85-й забирает одного из захватчиков. Но снова начинается захват, и на этот раз ничего не видно. Так что приходится с решительным видом свалиться с пригорка и выдвигаться ближе к кругу. Т-28 быстро лопается, и остается разобраться с американцем. Не самый опасный противник. А вот Т-150 уже серьёзнее. Да и прикрытия от товарищей по команде не осталось, как и самих товарищей. Вот всегда всё самому надо делать. Т-34-85 отправляется в обходной манёвр, но по пути сталкивается с вражеской СУ-100. И так и остается её караулить, пока красная полоска не провоцирует его на более активные действия. Объезжаем по немаленькой дуге, а вот и СУ-100. Пара выстрелов, а вот и нет СУ-100. Пока наш герой проводит свои обходные манёвры, полоска доползает до конца. Но в последнюю долю секунды снаряд 85-го влетает куда надо. Неловкая сцена со стрельбой впустую, и, наконец, тяж отправляется в ангар. А наш герой отправляется карать артиллерию. Но вражеские САУ тоже нержавым напильником деланы. По пути к базе противник СТ видит что? Правильно — красную полоску захвата. И тут на помощь пришёл ультрасовременный суперкомпьютер, который конструкторы устанавливали в Т-34-85 с помощью пластилина и гвоздей. Расчёты показали, что надо врываться на вражескую базу на всех парах и забирать М-41, а потом так же быстро возвращаться. И что-таки вы думаете? Суперкомпьютер на перфокартах и стальные нервы нашего героя не подвели. Захват снова сбит в последний момент, а следом и наглая арта остаётся дымиться рядом с остальными горе-захватчиками. Забрать последнего противника — дело техники. СО-8 не успевает ни развернуться, ни убежать. Куча наград и море адреналина наш герой уже получил, а нам остаётся добавить лишь самую малость — золото и почётное звание защитника этой недели. Захватчиком этой недели становится игрок с ником Ахмадиниджад на американской девятой арте М-53, М-55. Вообще артиллерия редко участвует во взятии вражеской базы, и тем более в этой нашей номинации. Но стоять до последнего и не сдаваться может любой танк или самоходка — всё дело в правильном настрое, ну и чуток удачи от ВБРа тоже не повредит. Как ни старался М-53 в течение боя, вражеская команда всё равно умудрялась давить на всех фронтах и направлениях куда эффективнее союзников. Не дожидаясь, пока противники придут добивать его прямо на собственной базе, наш герой отправляется дерзко захватывать вражеский плацдарм. Маус не зря изо всех сил отвлекал противников, полоска захвата успела солидно заполниться, и теперь главное — закрепить преимущество. Ну, то есть положиться на удачу и не отступать, даже несмотря на то, что противников трое, а стрелять уже нечем. Неожиданно наш герой решает перестать прятаться и отправляется навстречу судьбе. Что это? Хитрый блеф? Или просто у американца зашкалил борзометр? Остаётся только догадываться, а тем временем показывается 212-й. Сводится, стреляет, но мимо. Тут же Пантера готова всадить бронебойный гостиниц в беззащитный бок, но слишком долго целится. База захвачена! Не зря говорят, если не выстрелил, то точно промахнулся. За несокрушимую волю к победе, умение действовать гибко и сочетание необъяснимой дерзости с не меньшей везучестью наш артовод и получает звание захватчика этой недели. И, наконец, главная номинация — лучшие реплеи недели. На этот раз победа досталась игрокусникам Dark Angel 1991 на Т-21, а отправимся вместе с нашим героем на центральный склон Вестфилда. Издавна школа грамотной разведки соперничала со Школой света по центру, и тут адепты этих двух учений сошлись в схватке. Бой получился коротким, но ярким. Спасибо боеукладу Т-50. Как самый настоящий астроном наш герой обнаруживает ранее неизвестную комету, но учёный совет на холме толком не успевает начать работу, как приходится отвлечься на более приземлённые вещи. И Т-21 помогает изо всех сил. Противники стремительно отправляются в ангар один за другим, и вот уже пора продвигаться дальше. За новыми жертвами. Т-43 — и всё та же комета. И если советскому СТ удается спрятаться, то британцу везёт меньше. Впрочем, и 43-й скоро обнаруживает себя, а вместе с ним и борщ. Вердикт, как всегда — в расход. Только успеть бы спрятаться от противников, которые поведоносно прошлись по плато и теперь недружелюбно посматривают в ущелье. Американец Т-34 неверно расставляет приоритеты, и серия точных выстрелов Т-21 медленно, но верно превращает тяжа в груду дымящихся обломков. О, а вот и арта! Даже окончание засвета не может спасти ГВП от нашего героя. Почти вслепую истыков САУ до смерти, светляк отправляется в сторону своей базы и по пути забирает ещё СУ-122-44, а следом и третьего ИСа. Только вот последний противник не сдаётся и пытается защитить базу. Впрочем, наш герой находит возможность безнаказанно накидать и шестому ИСу, пока тот воюет с Суперпершингом. Но всё же тяжа оказывается попрочнее. А почему наш оставшийся союзник до сих пор не приехал помогать? Оказалось, что его намертво заблокировали обломки третьего ИСа. Т-21 прикидывает свои шансы против советского тяжа, ещё раз смотрит на грустную башню Першинга и видит в его трифлексах отблески отчаяния. Нет, бросать товарища в таком положении нельзя. Будем брать упорством. Немного усилий, и наш герой всё-таки справляется с миссией спасения рядового Першинга. И очень вовремя — ИС-6 уже на подходе. Пока союзник принимает огонь на себя, нужно пользоваться возможностью. На корме тяжа уже живого места нет, он даже загорается от обиды, но успевает спасти последние очки прочности огнетушителям. Ну давай же, есть! ИС-6 остаётся дымиться на травушке, а Т-21 получает восьмой фраг, победу в бою и, конечно же, золото от нас и респект да уважуху от зрителей. Не каждый день увидишь ЛТ, который может не просто грамотно подсветить и не умереть, а ещё и буквально на себе вытаскивает союзников из безвыходных ситуаций, что в итоге определяет исход боя. Отличная работа! Ссылка на видео «Как попасть в ЛРН» — перед вами. Также не забывайте подписываться на канал. Очень скоро мы начнём проводить конкурсы среди подписчиков. Если ещё не подписались — спешите! Ну а на этом у меня уже точно всё, всем спасибо, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok